Отель Сахарабич расположен в часе езды от аэропорта Энфида, от аэропорта Монастир, всего 15 минут. Хоть аэропорт Монастир находится не так уж далеко, самолеты не мешают. Расположение у отеля не самое удачное, прогуляться негде, магазинов рядом нет, а за покупками необходимо ехать либо в Монастир, либо в СУЗ. Чтобы доехать в СУЗ, нужно пройти налево от выхода с территории отеля и остановить проходящий мимо автобус номер 52, который ходит каждые полчаса. Заходя в автобус в заднюю дверь, говорите кондуктору СУЗ-центр, и он называет стоимость проезда, и примерно через 35-40 минут вы на месте. Кондуктор понимает по-английски. Если в Монастир, то переходите дорогу сразу напротив выхода с территории отеля, тот же автобус номер 52, и минут через 25-30 вы в центре города. В принципе, все необходимое можно купить в отеле. На нулевом этаже расположены небольшие местные магазины, а также есть пункт обмена валюты. Но следует учесть, что цены тут чуток больше, чем в магазинах СУЗа и Монастира. Имейте в виду, что в отелях Туниса взимается туристический налог, и его размер зависит от звездности отеля. Трехзвездочный, 2 динара в сутки и оплачивается при заселении. Сам отель староват, территория большая и красивая, пешеходные дорожки, мостики, есть своя конюшня, посажено много цветов и деревьев. Есть где прогуляться и пофотографироваться. Персонал постоянно суетится, но сотрудников видимо не хватает, так как злачные места все равно попадаются. Из персонала многие говорят на русском языке, или хотя бы пытаются, но все стараются казаться очень милыми, приветливыми и услужливыми, но за динар. Везде надо оставлять чаевые или давать в руку. Поэтому запаситесь мелкой валютой, берут и в долларах и в динарах. Отель популярный у туристов, и оправдывает свои 3 звезды, но цена как для трехзвездочного явно завышена. Есть значительные недоработки, но для Туниса это считается как нормально. В отеле 4 бассейна. Самый большой оборудован водопадами, которые включают в полдень. Центральный бассейн самый глубокий. Здесь всегда проводятся анимационные программы, и один крытый подогреваемый в спа-зоне, еще один на возвышении рядом с баром. Все бассейны сильно хлорируются, но чистые. Главным развлечением в отеле является аквапарк, с различными видами горок и аттракционов. Работает он с утра и вечером, самое пепло закрыт. Есть горки для детей и взрослых. На каждой вышке сидят аниматоры, контролируют катающихся, внизу дежурят спасатели. Сами горки неплохие, но чувствуются стыки при съезде. На территории аквапарка есть бар с безалкогольными напитками, шезлонги и туалет. Отель находится на первой береговой линии. Большой песчаный пляж, песочек почти белый, хотя за пляжем надо ухаживать и чистить, что делается с сотрудниками слабо. Мусорных урн на пляже хватает, но людям лень до них дойти, повсюду закапывая курки и стаканы в песок. Особенностью тунисских пляжей являются водоросли, медузы и верблюжьи экскременты в песке. Обычно после шторма на берег выбрасывает всякие водоросли, которые никто не спешит убирать. С середины июля и обычно до середины августа в море могут быть медузы, так что имейте это в виду. В случае если все же ужалит медуза, можно обратиться в ресторан на побережье, вам выдадут какое-нибудь средство, которым можно обработать ожоги. В Тунисе, полоса 3 метра до моря, является государственной и общедоступной, поэтому там гуляют торговцы пляжными полотенцами и сигаретами, ходят полицейские патрули. Что касается верблюдов, то на территории отельного пляжа, охрана старается верблюдов не пускать, но иногда судя по подаркам на песке пляжа, верблюдам все же удается проникнуть на пляж. Вход в море пологий, дно ровное песчаное без камней, что очень удобно даже для детей. Лежаки и матрасы бесплатные, но не всегда есть в удобном месте, поэтому желательно пораньше приходить на море или к бассейну, только пляжных полотенец нет, их вообще нет и не выдают даже за деньги, можно купить в магазинчике внизу отеля или привезти с собой. Особое внимание к бич-бою, европейцы приучили персонал к чаевым, поэтому он донеся матрасы вам до лежаков, на секунду-другую замирает в ожидании динарика, но давать не обязательно, можно брать у него в сарайчике матрасы, никто не запрещает. Кораблика на берегу уже нет, построили просто небольшой пирс. На пляже есть снег-бар, волейбольная площадка и туалеты. Сам отель многоэтажный и состоит из трех корпусов, постройка старая, но внешне выглядит еще достойно. Отель построен таким образом, что с каждого номера имеется вид на море, хоть и сбоку. Все три здания связаны между собой переходом. Несмотря на то, что в комплексе имеется много лифтов, могут возникать очереди. Номерной фонд включает в себя номера, различной степени комфортности. Ремонт не свежий, номера небольшие, не супер конечно, но все работает. В номерах есть шкаф встроенный в стену, есть кондиционер, а вот холодильника, телевизора, чайника и эфина нет. На балконе столики два стула, есть сушилка, но маленькая закреплена на стене. Холодильник и сейф можно взять в аренду. Стоимость сейфа 2 динара за один день, а стоимость аренды холодильника 15 динаров за день. Аренды телевизоров пока нет. Телевизоры представлены только в улучшенных номерах, в которых цена выше стандартного номера. Это в первом и втором корпусах. По приезду выдают одну бутылку воды, потом ее можно брать в баре возле ресепшн. Минеральная вода есть с газом и без, какую попросишь такую и дадут. Номера необходимо проверять сразу, так как могут наличествовать некоторые неисправности, например не работает кондиционер. С розетками тоже беда. Их в лучшем случае пара штук на всю комнату, и то высоко, метр семьдесят от пола. Непонятно такое инженерное решение, поэтому рекомендую брать удлинители. Бесплатный Wi-Fi есть почти везде, но ловят лучше всего на ресепшн. Скорость не супер, но полазить в соцсетях можно. Отель работает по системе «Все включено». Питание для трехзвездочного отеля очень даже ничего. Разнообразие блюд неплохое, но не все блюда сделаны с любовью. Единственные завтраки очень однотипные. Много салатов, мяса и курицы. Рыба практически всегда. В основном еда островатая, немного проблематично будет накормить ребенка. Фрукты выбор не очень большой, но они есть. На обед и ужин в холодильниках мороженое, можно брать сколько угодно. В основном ресторане отменили обслуживание столика. Верные ужины закрепляют за вами стол, как было раньше. Ресторан большой, все три корпуса питаются в нем. В принципе в ресторане довольно чисто, но не идеально. На территории отеля есть бары, где практически в любое время можно перекусить или что-нибудь выпить. Алкоголь качества среднего или ниже среднего, хотите чего-то более хорошего, берите с собой или в дьюти-фри. Безалкогольные напитки, типа кола и спрайта, пить можно, но качество низкое. Соки порошковые. А во всем остальном все очень даже приемлемо. Правда в разгар сезона могут быть очереди. Спай-салон в отеле находится на нулевом этаже, недалеко от основного выхода к бассейнам. Там же недалеко рядом тренажерный зал и большой крытый подогреваемый бассейн. Есть детская площадка с горками и качелями, но без навеса, поэтому когда жара, там невозможно находиться. В отеле работает команда аниматоров. Днем у бассейна устраивают различные игры и конкурсы. Вечером представления в театре. Вся анимация в основном сводится к танцам на сцене под музыку и различным шоу. Для детей вечерняя анимация немного однотипная. Приятного вам отдыха! Субтитры подогнал «Симон»!